Курсовые качели, например, не останавливаются. На этой неделе американская валюта упала до психологически важной отметки в 25 гривен. Конечно, уже через несколько дней доллар немного отыграл позиции, но вот все равно от зимней паники, когда эксперты всерьез обсуждали 30 гривен за один доллар, не осталось и следа. И заметьте, хотя доллар падает, цены в магазинах, след за ним не снижаются, но ведь их рост всегда объясняется как раз подорожанием валюты. А почему так происходит и чего ждать дальше, разбиралась Павлина Василенко. Крепкая гривня. Второй месяц нас валюта демонстрирует чудеса выдержки и роста. Но вот удивительно, вместе с ней растут и цены. Поднимаются с каждым днем, придешь и все выше и выше. Александр в Киев на рынок каждую неделю привозит мясо и молочные продукты со своего фермерского хозяйства в Черниговской области. Говорит, с ним торговаться бесполезно. И так доход небольшой. Затратная часть на ту же самую дивлю, ту же самую скота, знаете. Если вырастает затратная часть, то автоматично и концевые продукты взрастают. Но это все зависит от бакса, наверное. Обязательно, что нужно кормить чем-то. Продавец Иван, сосед Александра, уверен. Во всем виновата солярка. Именно из-за нее поднимаются цены на товары. Если солярка подошевеет, то все будет дешево. Все зависит от доставки, вы же знаете. Урожай, говорит Елена, тоже влияет на цену. Она уже третий год из Херсона в Киев привозит овощи. Но чтобы урожай был, нужно теплицу отапливать. И тут же прямая привязка к коммунальным тарифам. Но даже сейчас на праздники люди покупают меньше. Если год назад брали килограммами, то теперь поштучно. Если в прошлом году в это время, то мы привозили очень много. И все продавалось за день. То сейчас вот это мусолы шло. И если овощи украинцы могут себе позволить чаще, то мясо стало чуть ли не деликатесом. 120 задняя. 115-110 передняя. Вот берите дешевый ливер 35 гривен. На листнички делайте, кушайте. Печеночка тоже 35. Пойдет? На месяц раз. Раз, да? Частейшие? Частейшие. По такой цене 120-140. Для нас, пенсионеров, невыгодно. Коммуналка и дорогое топливо – ценообразующие факторы. И вот что казалось бы странно, цифры на АЗС всегда связывались с цифрами в обменниках. Почему же сейчас на заправках ценники не меняются? Оказывается, во всем виновата нефть, которая на мировом рынке дорожает. Поэтому в снижение цен на горючие не верит никто. Не чути подышевения, не чути ничего. А ты что, доллар отпадает зараз? Я считаю, что это время. Только после нас закончится, и снова побежать вверх. Получается, крепкая гривня еще не повод снижать цены. Во всем виновата нестабильность украинской экономики. Импортеры и производители для перестраховки закладывают в цену курсовые риски. Цены не будут падать, безусловно. Цены достаточно четко привязаны в течении или в течении к курсу. Импортеры достаточно закладывали серьезные риски и ставили курс в своих закупах на уровне 30-31 гривен за доллар. Да и отечественная продукция часто зависит от импорта. Со всеми заложенными курсовыми перестраховками и рисками. Даже в рецепте украинского борща есть обязательный ингредиент – американский доллар. Украинский буряк. Что там есть украинское? Давайте так. Техника импортована, паливо импортовано, кредиты, на какие, например, вы в ЦЕС собрали, также в долларах номинованы. Еще одно подтверждение, что украинские цены зависят не только от Франклина и Вашингтона, это наши заработчане. Сергею помогает тесть и теща из-за границы, но говорит, его покупательная способность – наглядный пример валютных уравнений с ценовым знаменателем. Если, например, курс доллара по 8, то за 100 долларов можно было одеться в трех. О постоянном росте цен свидетельствуют и данные госстата. За год больше всего подорожали хлеб, мясо, молочные продукты, фрукты и яйца. А вот рекордсмен ценовой гонки – национальная гордость, сало. Его стоимость повысилась почти на 70%. Еще одна из причин, по которой могут немного подняться цены, это повышение минимальной зарплаты. Людям дадут дополнительные деньги, они пойдут на рынок, будет дополнительный тиск на рынок, цена будет расти. Плюс, с другой стороны, 400 ляжет в себе вартость продукции. А вот кого украинские цены радуют, так это туристов. Альма и Лина сравнивают. В Литве, где минимальная зарплата 400 евро, все в разы дороже. Ну вот, были в ресторане, мы даже невероятно мало заплатили за хорошую еду. У вас поменьше зарабатывает, но у вас еще дешевле. В принципе, да. Подорожает, не беспокойтесь. Эксперты прогнозируют, скачок цен возможен осенью. Да и долго ли доллар продержится на отметке 26 – тоже большой вопрос. Ведь в бюджете заложена другая цифра – почти 30 гривен.